Всем привет! Вы на канале Денис Геймерс. Сегодня у меня для вас небольшая и в то же время грустная и эксклюзивная новость. Сегодня речь пойдет не о роликах. Да, не о роликах. А сегодня будет довольно эксклюзивный ролик про то, как ни один человек с неизвестного номера... Я, кстати, вам сейчас покажу это в первое дело. Вот, в общем, я вам покажу, как он мне угрожал убийством. Давайте я вам скажу предысторию, что это за человек и кто он такой. В общем, началось все с того, что я попросту сидел в телеграме. Так вот, мне один человек написал под ником Сабр. И вот он пишет следующее. То, что он меня найдет по моему местоположению и найдет, и он что-то там... Я, короче, говорить не буду, но он, короче, мне угрожает убийством, либо еще что-то. Короче, я попросту в шоке с таких людей и я не понимаю, откуда они взялись. Да, я, конечно, все понимаю, но они каким-то образом нашли мой второй аккаунт, то есть аккаунт в Телеграме и аккаунт в WhatsApp. И поэтому они каким-то образом обнаружили мой номер, второй. Первый я еще не знаю, обнаружили или нет, но сам факт. Этот человек, к слову, он и вдвойне хакер, и вдвойне маньяк. Я просто в шоке с того, с этого человека. Я вообще не понимаю, как он меня нашел вообще по моему номеру телефона. Я просто в шоке. Я реально в шоке попросту. Да уж, это просто капец реально. Я даже ни о чем говорить не буду, но вы, думаю, сами услышали про то, как человек себя ведет и как он себе позволяет такое говорить. Вы сами понимаете, что человек попросту как агрошкольник ведет или как маньяк, который хочет меня убить или еще что-то сделать. Ну, короче, я попросту в шоке. Вот давайте я вам сейчас небольшой кусочек видео я вам покажу, но маты я уберу. Вот, послушайте один отрывок. Так что будьте внимательны, у меня там будет тоже голос. Я там записал это в видео, но я нашел его номер и номер человека. Думаю, вы сами понимаете, откуда он мне пишет. Так что слушайте. Вот, посмотрите. Смотрите. Вот. Сообщение. Black Edition. Какие-то придурок, я не понимаю. Я, кстати, его узнал номер. Вот его номер. И вот. Читайте. Black Edition. Какие-то... Будут написывать? Звоните сразу же в полицию. Я думаю, вы сами слышали, о чем я говорил. То, что вы сейчас увидели в видео, и то, что вы сейчас посмотрели, вы просто будете в шоке. Этот чувак, именно, я говорю одним словом, чувак, написал мне следующие слова. Я вам показываю в WhatsApp, я вам это все показываю, в принципе. Как это все было, и как он мне написывал. Вот. Смотрите. Вот видите, что он написал мне? Видите? Вот. Видите? Вот слово. Вот, короче, он мне печатает в этот момент. И вот пишет одни сообщения. И вот он мне звонит еще. Вот, смотрите. Вот. Первое слово, которое он написал, я даже говорить не буду. И вот он следующее написал. Люди занимаются твоим местом положением. В общем, вы, думаю, сами понимаете, какой человек попросту ненормальный. Он попросту ненормально пишет. Ну, я вам по фактам говорю, то, что этот человек маньяк полный. Я просто в шоке. Я такого еще никогда не видел, чтобы мне какие-то чилы с неизвестного номера написывали мне. Я, кстати, узнал то, что у этого человека есть еще второй аккаунт. Он создал там под ником точка. Но понятное дело, то, что у него ник Сабар. Не обращайте внимания, в конце это его, это его, как это сказать-то, отсылочный ник BlackAction. И у него еще аватарка Лада Приора Опер. Причем не одна Лада Приора, а целых две. Две Лады Приоры Опер. Я не понимаю просто. Я реально не понимаю. Данный человек попросту мне еще и угрожает. Так вот, что я еще хотел сказать. Я вот еще несколько сообщений переслал вам. В принципе. Вот видите? Вот еще он тот, ну, написал. Не обращайте внимания, что он там написал. Я, в принципе, это все понимаю. Он говорит. Ну, я понимаю. Ну, короче, это все понятно. То, что он мне угрожает там в адрес, либо еще что-то. В общем, слушайте голосовые сообщения. Но рекомендуем... Ну, короче, я рекомендую вам остерегаться, потому что в этих голосовых будут маты. Так что слушайте сами. Дружок, ебать, жди. Друзей. Сейчас твой местоположение вычислим по номеру телефона. Пись, дай тебе, друг. Мы приедем сейчас к тебе нахуй. Жди, жди, друг. Главное, не бойся. Главное, не бойся. В общем, в одном из голосовых сообщений были маты. Но я не говорил. В принципе, я не говорил, но в голосовом он сказал маты. Сначала одно, а затем второе матовное слово. И вот понятно, к чему он говорит это. Дружок, я понимаю, конечно, все, но если ты это видео смотришь, то если ты ко мне приедешь домой, ну то есть вычислишь мне адрес, я вызову полицию и скажу полицейским, пришлю им доказательства, как ты мне угрожал. Я тебе назову, как тебя назвать-то, я просто не хочу говорить матанные слова. Я тебе назову попросту скотиной, который мне, ты в ответ угрожал мне убийством. Так еще и хочешь мне вычислить мое местоположение по моему номеру телефона. Вы понимаете, к чему он это все приводит? В общем, ребята, вот такое вот получилось мега эксклюзивное видео. Молитесь, пожалуйста, за меня, ничего не будет со мной. Все нормально будет, в принципе. Попросту не слушайте таких маньяков, которые вам напишут. Если вам напишет этот человек, ни в коем случае с ним не общайтесь, а лучше всего его заблокируйте или позвоните в полицию, чтобы его посадили в тюрьму. Потому что я не знаю, друзья у него, точнее, сколько у него там друзей, не знаю, может быть штук 5, 6, 7 или у него сколько там. Но он, короче, говорил о множестве людей. То есть не одном человеке, то есть не одном друге, а у него целых множество друзей, то есть у него много людей. В общем, я просто разочарован, можно сказать. Я реально разочарован. Я не ожидал от такого, что он мне вот в этот адрес, он может мне угрожать. Молитесь, пожалуйста, за меня, пишите хэштег «Денис живи», «Не отвечай маньякам» и так далее. В общем, пишите много хэштегов, молитесь за меня, все будет нормально. Надеюсь, что он, ну, что это просто вранье. Потому что если это окажется правдой, это уж капец полный, потому что я не знаю уже, что делать. Либо у меня, я не знаю, либо у меня два варианта. Либо мне бороться придется с ними, либо вызывать полицию, и чтобы их посадили надолго. Я думаю, они этим заслужат наказание вплоть до пожизненного срока. В общем, ребята, спасибо всем за просмотр. До скорых встреч. Ждите новых роликов. Всем удачи.